Я советую Украине и Киеву перейти на московское время. Русский язык сделать единственным государственным языком. И тогда будет всё хорошо. И на украинском, ради бога, все говорят, на турецком, на румынском и так далее. Но язык нас объединяет. Я вас уверяю, скоро Турция сделает русский язык вторым языком. В Израиле русский язык второй. В Америке русский язык третий. Английский, испанский, русский. Всё уже человечество, так сказать, как бы идёт к этому. И во многих странах три-четыре языка. Поэтому никто вам не мешает русский язык не трогать хотя бы. Но всячески давление. Вот сделали уже русский язык, так сказать, рабочий язык в регионах. Нет, хочется увеличить, чтобы уменьшить. Зачем вы издеваетесь над русскими? Почему они должны говорить и думать по-русски? Это же чудовищно. 21 век, и у вас давят и душат русскую культуру. Позакрывали все русские школы в Киеве. Сколько школ на русском обучении? Одна школа? Пожалуйста, господин Жириновский. А было 20. Господин Жириновский, пожалуйста, не пользуйтесь больше информацией, которую вам предоставляют те люди, которые предоставили вам эту информацию. Я это из вашей прессы вижу. Вот оно у меня читали, вашу прессу. Если ваши журналисты обманывают, тогда вы их заставите писать правду. Пожалуйста. Владимир Володович, извините, что вас перебиваю. Буквально одну реплику. В этой студии находится больше ста человек. Они все разговаривают на русском языке. Они все пишут на русском языке. Они все читают на русском языке. Они могут свободно общаться с вами на русском языке, на вашем родном. Скажите, пожалуйста, если мы приедем в Москву, мы сможем говорить на украинском языке в студии? Пожалуйста. Вы думаете, там будут люди, которые понимают? Ну, если их нет, что вы думаете по-украински? У нас нет, вы поймите правильно, я вам как политику говорю. Но если вы придете в студию, мы вам разрешим говорить по-украински, но вас никто не поймет. Владимир Вольфович, Владимир Вольфович, я призываю вам следующий отпуск провести со мной на Украине. Да. Поехать в любой населенный пункт, где с вами любой гражданин Украины будет разговаривать на русском языке, и проблем с русского языка в Украине нету. Согласен. Не выдумайте, пожалуйста, этот вопрос. Ну, а сколько школ на русском языке в городе Киеве? Сколько, называйте? Было 20, сколько осталось? Достаточно. Одна. А сколько? Ну, сколько у вас школ, назовите? Было их не 20, а много больше. Владимир Вольфович, мои дети учатся в обычной 155-й школе. Если мы с вами завтра посетим эту школу, вам дети, все будут с вами говорить на русском языке. Сколько в Крыму, сколько в Крыму украинских школ, знаете? Там вообще не должно быть. Одна, одна, и то закрывают. Крым, территория, территория российской федерации. Пошли, и берут, забирают все, вычищают украинцев полностью. Вот, реализуют ваш сценарий. Крым. Вы этот сценарий озвучили несколько лет назад. Реализуется партия регионов сегодня. Хотя есть и здравые мысли. Ну, вы же историю знаете. Когда Россия присоединила Крым 200 лет назад, то рядом никакой Украины не было. Это была Россия. Да ради бога, армия общая была. И поляки с нами у нас были в армии, и финны, и туркмены, и узбеки. В армии было много. Только Сталин сказал в июне 1945 года. Только русскому народу я говорю спасибо. Это единственный народ, который обеспечил победу над фашистской Германией. Много было народов. А только русские сломали хребет. Потому что остальные разбегались, к сожалению. И у нас не стоят памятники Бендере или Шукевичу, которые уничтожали советских солдат за то, что они освобождали Украину от фашистов. Разница есть. История же вот недавно произошла. Благодарю господина Жириновского. Я обращаюсь к русскому и украинскому народу. Самые лучшие отношения к Украине в России. Ни одного антиукраинского мысли нет. Ни одного шага. Я хочу, чтобы так же было и на Украине. Чтобы перестали упрекать друг друга, вспоминать плохие страницы в нашем прошлом. И чтобы газ пришел дешевый для Украины. Но и Украина взамен тоже что-то дала бы. Мы можем договориться. Торговать можем. У вас есть многое из того, что вы можете продавать России. И за счет вырученных денег купить огромное количество русского газа. Только давайте расширять все это. И запомните. Я не хочу вам желать плохого. Но вас никогда не примут в Евросоюз. Неужели вам приятно стоять в передней и ждать, когда вам скажут пошли вон. Как Турция не сказали. 50 лет Турция ждала вступления в Евросоюз. Чего вы унижаете себя? Великий народ, космическая нация. Мы вместе космос с вами, так сказать, осваивали. И скоро полетят русские космические корабли на Луну и на Марс и на Венеру. А вы, понимаете, будете стоять в предбаннике, как румынский дворник или польский сантехник. Неужели для этого вы все жили вместе с нами? Поэтому подумайте и захотите, вы сами измените политику. Я вовсе ничего не говорю. Давайте с Россией. Сами решайте. Добровольно. Ассоциации подписывайтесь. Все, что угодно делайте. Но не получится. Я вам даю прогноз. Когда прогноз по Афганистану, Ирану и Турции. Я благодарю Владимира Жириновского, лидера фракции. И в этой стадии будет идти передача на русском языке.